А вот о том, какие проблемы решают в рамках нацпроекта «Демография», сегодня поговорили более детально. Он, кстати, один из приоритетных, по словам премьера Тимураза Тускаева. Задача, которая сейчас стоит перед профильным ведомством, увеличить рождаемость и снизить смертность населения. Министр здравоохранения Тамерлан Гагичаев отметил, в этом году начали реализовывать несколько региональных программ. Среди них пропаганда здорового образа жизни. По словам министра, в республике активно борются с курением и алкоголизмом. Так, по данным Минздрава, в 2017 году смертность мужчин от 17 до 59 лет на 100 тысяч человек составила 560 человек. Еще одна задача – профилактика инсульта и сосудистых заболеваний. Важна своевременная диспансеризация, чтобы предотвратить болезнь на ранней стадии. Вместе с Минздравом в этом направлении работает и Министерство физической культуры и спорта. По словам Владимира Габулова, из федерального бюджета в этом году выделили более 35 миллионов рублей. Деньги пойдут на закупку оборудования и инвентаря в спортивные залы республики. В свою очередь, Тимур Астускаев отметил, что сейчас люди старше 55 лет практически не занимаются спортом. И это большая проблема. Тут надо подумать и создавать такие массовые площадки, тем более у нас сам природный и ландшафт. И сама природа позволяет сделать такие вот места, где люди старшего возраста будут заниматься, показывать пример подрастающему поколению. И тогда не только медицинскими методами, а просто пропагандой здорового образа жизни. Над нацпроектом «Демография» активно работает и Министерство образования, и науки. По словам Людмилы Башариной, очередность в детские сады сокращается. Министр отметила, в этом году появится еще 2500 дополнительных мест в детсадах. Открываются новые объекты, расширяют уже действующие. Цель – улучшить условия в дошкольных учреждениях. Еще одна задача проекта – трудоустроить женщин с детьми, которым от полутора до трех лет. В Комитете занятости отмечают, что уже со следующего года откроется 180 вакансий для младых мам. Министерство труда и соцразвития тоже разрабатывает программы в рамках нацпроекта «Демография». Задача – увеличить рождаемость, говорит министр Борис Хубаев. В первую очередь, это финансовая помощь многодетным семьям. Ежемесячно из федерального бюджета на эти цели выделяют около 38 миллионов рублей. Еще 15 миллионов выделят на покупку 8 новых машин для перевозки пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья в лечебно-профилактические учреждения, чтобы они проходили диспансеризацию. Предполагается, что контракты на предоставление автотранспорта будут заключены в первой половине июля. Машины получат все муниципалитеты, кроме Владикавказа. Подумать о межрайонном формате взаимодействия с тем, чтобы все граждане старшего поколения, для которых эти транспортные средства предназначены, они могли качественно, своевременно, не ожидая, воспользоваться вот этими единицами. То есть тут надо просчитать в зависимости от количества наших ветеранов в каждом районе.